Иностранцы, воры в законе, незаконные мигранты, теневые бизнесмены и этот список на этот раз пополнили террористы. Снова о наших документах заговорили на Западе в самом негативном свете. Авторитетное издание The Guardian опубликовало расследовательский материал под названием «Как поддельные паспорта позволяют игиловцам попасть в страны Европы и США». Авторы сообщают, что фирмы, специализирующиеся на изготовлении фальшивых паспортов с официальными визами и дорожными отметками в паспорте, откровенно предлагают членам ИГИЛ получить возможность покинуть Сирию и таким образом пробраться в Великобританию, другие европейские страны, Канаду и США. В своем материале авторы сообщают в качестве примера об одной такой сети, в которой узбекистанец, живущий в Турции и имеющий связи с экстремистскими элементами, в данное время торгует паспортами высокого качества изготовления по 15 тысяч долларов. На этих кадрах образцы российского, болгарского, бельгийского и французского паспортов. Однако, отмечается, что в числе активно используемых из-за дешевой цены паспорта России, Казахстана и Кыргызстана. Они обходятся в 5-6 тысяч долларов. Однако, в госрегистрационной службе говорят, что нужно отличать незаконно выданные и поддельные документы. Тем более, что ни фото, ни на видео паспортов Кыргызстана там не показано. Если появляются какие-то поддельные паспорта, чаще всего существует такая практика, что в государственные центры персонализации поступают на экспертизу эти паспорта, проявляются все защитные элементы. По данному случаю у нас информации не было. Они там говорят, что там используется масса паспортов всевозможных стран. И также они там отмечают сами за гвардианс, говорят, что сам по себе паспорт не имеет ценности, а имеет ценность только паспорт с существующей визой. И действительно важно, что книжица без визы ничем обладателю не поможет. Новый загранбиометрический паспорта с более чем 30 различными знаками и степенями защиты выдаются лишь с мая прошлого года. На сегодня их получили уже 400 тысяч кыргызстанцев. В корочку документа вшит чип с персональными данными. Основной метод персонализации – лазерная гравировка. Все требования технических спецификаций, которые можно проверить при нормальном освещении и свете UV-365, выполнены. Все по последнему слову техники, что называется. Тендер, напомним, после скандала с литовской Гарсу Пасаулис выиграла немецкая Мюльбауэр на поставку бланков. Когда паспорт выдают получателю, его чип активизируют. В нем содержится информация о владельце, его персональные данные, цифровая фотография, графическое строение. Папиллярных узоров обеих рук – цифровая подпись. Страница со всеми защитными элементами, и если даже чисто и гипотетически предположить, что можно подделать, то ввести изменения в чип практически невозможно, говорят эксперты. У нас сейчас выдается новый паспорт 2020 года. Это отличнейший документ, который лучше в регионе. Помимо основных обязательных защитных элементов, которые требуются по ИКАО, фотография там фигурирует на основной поликарбонатной странице, в MLI элементе. Она дублируется на третьей бумажной странице в виде инкджет-принтинга. То есть она дублирована на чипе. То есть во всех этих местах потенциальные фейкеры должны изменить фейкеры. Это невозможно. Собеседники Guardian, торгующие подделками, тоже признают факт трудности с чипами. Они отмечают, что изготовить работающий чип с биометрикой для них невозможно. Но, по их словам, большинство сотрудников пограничного контроля, проверяя паспорта, просто игнорируют проверку чипа. Смотрят в основном на водяные знаки и проводят документы через свои UV-сканеры. А уж эти защитки виртуозы фальшивок изготавливают с использованием современнейшего оборудования, аналогичного тому, что применяют в официальных госорганах. Но, что важно, заграны образца 2006 года шли в ход еще до мая прошлого года, срок годности которых 10 лет. А это значит, что в обращении такие документы, у которых нет всех этих суперстепеней защиты, будут еще как минимум до 2031 года. Имея кыргызские паспорты, они могут прибыть в нашу страну, чтобы переждать какой-то период. Или, чтобы ускользнуть от радаров служб безопасности государств, которые их разыскивают. Или, что еще хуже, продолжить распространение своих деструктивных идей среди местного молодого населения. В век развития информационного ресурса использовать или подделывать паспорта страны СНГ очень легко и доступно. Но, главное, что используя эти фальшивые или оригинальные документы, террористы и экстремисты на сегодняшний день очень сильно пользуются и влияют на ту часть населения или на ту часть молодежь, которые активно могут быть их пособниками или помощниками. Вот это очень опасная тенденция на сегодняшний день. Кыргызстан не в списке популярных направлений у членов ИГИЛ, покупающих фиктивные паспорта, ссылаясь на слова изготовителей, пишут в Гардиан. В числе популярных пунктов назначения, кроме Запада, Мавритания и Нигер, а также Украина и Афганистан, продавцы фальшивых документов не спрашивают клиентов, кто они. И не состоят ли они случайно в запрещенных организациях. Это работа для органов правопорядка и национальной безопасности, говорят они. В Кыргызстане с пресечением проникновения членов террористических элементов занимаются тоже силовики. Это ГКНБ и МВД, в котором есть особое девятое управление. Министерство внутреннее, да, действительно, взаимодействие со всеми гражданскими, мы, 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 есть массовая информация, постоянно проводят именно, значит, просветительские мероприятия, например, среди молодежи, среди, значит, госорганов и среди населения. У нас на сегодняшний день приняты, например, государственные программы по противостоянию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годах. То, что касаемо перемещения и террористической организации, это входит в компетенции Государственного комитета национальной безопасности. Сегодня на стадии обсуждения с гражданским сообществом и юристами проходит новый закон о противодействии экстремизму. Он, как известно, бок о бок сосуществует с терроризмом. В МВД говорят, что в Кыргызстане запрещена деятельность 21 экстремистской организации. Но есть религиозные течения, действия которых представляют угрозу национальной безопасности. Закон направлен на предостережение граждан, чтобы они не оказались вовлеченными в их деятельность. Елена Яковлева, Аделет Чукоев, НТС. Субтитры создавал DimaTorzok